В первую очередь специалисты подняли вопрос о недопущении заноса и распространении африканской чумы свиней на территории Сочи. Курорт уже пережил вспышку АЧС в 2009-м. Тогда на курорте насчитывалось 8 тысяч свиней. Сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить повторения. Подобных инцидентов подчеркивают в администрации города. На сегодняшний день на курорте 187 голов. Несмотря на то, что содержание свиней в личных хозяйствах на территории края запрещено, специальные комиссии, созданные в селах, сейчас работают над вопросом депопуляции этих животных. Сразу спешу успокоить жителей города Сочи, что на территории нашего города чума не обнаружена. У нас еще проблема с крупным рогатым скотом, который появляется не там, где должен появляться. Лошади бродят. По этому поводу мы проводим сегодня совещание, чтобы придать нужный импульс и навести порядок в этой работе. И будем наказывать, безусловно, если они будут нарушать действующее ветеринарное законодательство. На каждого владельца свиней, как и лошадей, составлен реестр. Работать с хозяевами специалисты будут индивидуально. Это что касается Сочи. А вот по всему Краснодарскому краю сейчас идет работа с предпринимателями, на прилавки магазинов которых могла попасть зараженная свинина Стимашевского района. По состоянию на 1 января 2018 года в этом свинокомплексе содержалось 9 857 голов. Был выявлен геном вируса африканской чумы свиней. И 6 января поставлен диагноз. В нерабочие дни нам пришлось поднимать своих врачей с отдела ветценэкспертиза, которые работают на складах, на базах, на рынках. И контролируют всю эпизотическую ситуацию на территории муниципального образования. Работа была проведена. И, к счастью, ничего в город Сочи с этой бойни, на которой был выявлен вирус африканской чумы свиней, ничего не поступало. У нас чисто, у нас нет никакого инфицированного объекта. Рабочие группы, созданные в Сочи, не только инспектируют сельские округа, но и мониторят объявления в интернете о продаже свиней, что также помогает выявлять новых нарушителей. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.